Роману Столяру всегда хотелось кататься на мотоцикле, однако сесть на него мужчине удалось только ближе к 30 годам. У Романа Столяра большая многодетная семья, шесть детей. Вместе с женой он купил мотоцикл и решил воплотить в жизнь старую мечту. О ночных волках до своего вступления в клуб Роман Столяр слышал много. Более того, оказалось, что у него там есть друзья. Потом оказалось, что у меня там давние друзья, с которыми я знаком там уже много лет. И я их нашел здесь, в Пушкино. Стали общаться, стали ездить на мероприятия. И потом заявился в клуб. На мотоциклах у Романа Столяра катается почти вся семья, однако приехать все вместе на открытие мотосезона 2018 в Пушкинском районе 5 мая не получилось. Мероприятие проходило в городском парке культуры и отдыха. На открытие приехали мотоклубы из разных городов. Рязань, Долгопрудный, Королев, Матищий, Сергеев-Пасад и другие. Программа уходит в соревнования по мотоцикле в Джимхане. Мы решили организовать и попробовать свои силы для привлечения мотоциклистов в такой дисциплине, как техника вождения мотоциклов. Дальше поедем на территорию нашего клубного дома, где будет концерт, угощение и конкурсы там различные. Не мотоциклетные, силовые, просто разные. Кроме открытия, 5 мая проходило еще одно мероприятие – юбилей ночных волков. 17 лет назад в одном из гаражей несколько человек приняли решение о создании Пушкинского мотоклуба. Таким образом, в 2001-м появились Черные вороны или Black Ravens. Просуществовав год, мотоклуб вошел в Ассоциацию байкеров России, однако Черными воронами они назывались недолго. 3 мая 2003 года они переименовались и стали Пушкинским отделением мотоклуба «Ночные волки». Было несколько человек, которые катались там в свое удовольствие, а потом решили, что песочница маловато уже стала, наверное, надо выходить подальше и заниматься какими-то вещами более глобальными. В 2018 году Пушкинским ночным волкам исполнилось уже 15 лет. За это время мотоклуб совершил немало. Пушкинские ночные волки постоянно проводят различные благотворительные и патриотические акции. По словам президента мотоклуба Николая Клименко, их цель – служение Богу через служение России. На сегодняшний день мотоклуб «Ночные волки» был отмечен санкциями, которые накладываются на нашу страну и так далее. Клуб входит в эти санкции, то есть нам под запретом езда в Европу, куда-то там, Америка и так далее. То есть, значит, мы что-то делаем правильно. Если нас таким образом мы отметили, значит, ну не зря. Мы поздравляем ветеранов, развозим подарки, гуманитарную помощь. Мы общаемся с молодым поколением, с детьми, посещаем детские дома. У нас вот большая была серия мероприятий. Мы ежегодно посещали одну или две детские колонии. Это вот еще начиная с 2008-2009 года. Мы участвуем в крестном ходу у Великорецком. Это очень большой крестный ход, набирающий до 100 тысяч человек, проходящий в Кирове. Среди депутатов Совета депутатов города Пушкина тоже есть любители мотоциклов. Александр Чижик с детства увлекается этим видом транспорта. Собрали сами мопед. Он, правда, не ездил, только толкали моего по двору. Ну, так все это дело и началось. Одно время не ездил, но все равно не смог устоять и продолжил ездить дальше. На своем мотоцикле Александр Чижик постоянно путешествует. Он ездил на нем, например, в Крым, Варшаву и Нижний Новгород. На открытии мотосезона в Пушкинском районе Александр Чижик приехал вместе с главой города. На мотоцикл Елена Некрасова села впервые. Поделите впечатления. Первый раз? Первый раз, да. Сижу на мотоцикле. Впечатления обалденные. Я думаю, что нам нужно именно объезд города делать на мотоцикле. Все видно хорошо. Сразу общение с жителями. Живое, конечно. А так сегодня мы приехали на праздник мотоклуба «Ночные волки». Хотим их поприветствовать. Конечно, потому что это организация, которая створяет с собой именно братство, дружбу. После официального открытия мотосезона в Пушкинском районе празднование юбилея «Ночных волков» пройдет уже на базе мотоклуба. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Павел Розин. Телеканал Твой.